Салем, Казахстан. Мы начинаем второе интервью с Ержаном Тургумбаем. Ержан, салем. Салем, Эльберт. Так, значит, мы закончились биографией. Сегодня мы поговорим о ваших взглядах на те или иные темы, на те или иные проблемы. Вы хотели сегодня поговорить об экономике, о коррупции. Давайте мы об этом и начнем. Вам слово. Ну, в принципе, по основной своей взгляде я уже в видеообращениях высказал. Я думал, сейчас будут какие-то вопросы. Ну, давайте я скажу так. Давайте тогда начнем с вопросов. У нас вот такой очень сложный вопрос, как за время, за период правления Назарбаева у нас было уничтожено только в одном машиностроении 2000 заводов. Что-то вы будете делать для того, чтобы экономика перестала быть сырьевой? Что будете делать с необходимостью строительства вот этих 2000 заводов или их восстановления заново? Как сделать так, чтобы экономика перестала продавать сырье, сырую нефть, руду, металлы за рубеж без экспорта готовой продукции? Что надо сделать? Как вы думаете? В принципе, в Европе здесь проблемы не только в машиностроении, вот это, да, проблемы вообще в любую отрасль возьми, это наше общество, в любом отрасли, огромные проблемы. Эти проблемы не решит один человек. Я еще не заявлял себя ни политической партией, ни движением, да. Я вышел из народа, да, я высказал свое мнение. Обратился к президенту, высказал свое мнение как к нему, свой взгляд на процесс, который происходит в обществе, государстве. Потом обратился к обществу, гражданам, высказался им по своим этим взглядам. Призывал людей выйти на диалог. Сейчас я нахожусь в диалоге, а произвожу обмен мнением. У меня есть свои взгляды, свое мнение по всем этим вопросам. Будь то экономика, будь то социальная политика, будь то внешняя политика, которая странная. По всем этим вопросам. Просто я не считаю сейчас именно актуальными вопросами. Ну, хорошо, получается, по экономике, по коррупции у вас какие взгляды? Как нужно решить проблемы с коррупцией? Вот один, два, три, четыре, пять. Пять главных шагов, которые вы видите наиболее эффективными для борьбы с коррупцией. По коррупции один шаг всего лишь. Это отстранить эту власть, в первую очередь, Назарбаева. Потому что в ее группе побеждения коррупция исходит оттуда. Как вот в поговорке говорится, рыба гниет с головой. Не мог бы делать таким активность коррупции, допустим, в коррупции, или еще какого-то города, если бы его не поддерживал президент Санкт-Петербурга. Ну, то есть вы хотите сказать, что Смена Назарбаева сама по себе решит проблему, а вот, допустим, в Кыргызстане поменяли Акаева, Бакиев начал воровать, поменяли Бакиева, Атамбаев не решил проблему. То же самое поменяли Ющенко, Янукович стал, Янукович ворует, Порошенко поставили сейчас. Ну, ситуация с коррупцией не уменьшается. Ну, там меняется, мы к Кыргизию взяли, да, вот. Мне, в принципе, нравятся те процессы, которые там происходят. Уже несколько главных нас сменялось. Кабинет не сменяется. Люди, а почему участвуют в жизни общества? В парламенте люди могут избираться. А у нас это невозможно, пока сидит Назарбаев. Вот так, если только сказать. Не, ну это хорошо, что вы за демократию, за смену власти, за смену переизбрания регулярное там и так далее. Но дальше что? Вот за этим что должно последовать по-вашему? Вот вы, допустим, представим ситуацию, вас избрали высшим чиновником в стране, отменили должность президента, и вы стали главой правительства. Что надо еще сделать для того, чтобы решить проблему с коррупцией? В судах, в полиции, на тендерах. Вы же бизнесмен, вы же знаете, как на тендерах вот эти вопросы решаются. Как этот маховик, какие-то примеры, что надо сделать конкретно? Я высказался по этому поводу, что нужно сделать. Ни Тургумбаев, ни Аблядов, ни еще какой-нибудь один деятель это не решит. Нужно допустить к власти оппозиционеров. Вот всех, которых сейчас... Вот ты сидишь, Амажан Хосанов, Доспошим, Маржан Аспандеров, я озвучиваю, да, их, всех этих оппозиционеров, которых эта власть мордует, облязывает тоже, всех допустить туда, в оппозицию. И там, в споре, в этом диалоге будут находиться какие-то решения. А вот кто пришел сейчас, облязывает, там вышли, там, троговарь, это, знаете, утопия. Мы уже пошли это. Натарвайев тоже подвелся авторитетом, все его любили, к чему пришли, мы видим. Поэтому нужно сменить власть, допустить туда оппозицию. Хорошо. Тогда я немножко затрудняюсь тогда в своих вопросах. Получается, по экономике вы говорите, что нужно просто сменить власть, и там уже парламент, где будут оппозиционеры, они, в принципе, найдут оптимально эффективное решение тех или иных проблем. Так ведь? Да, как и правильно. Так, ну, тогда давайте поступим по-другому. Как, по-вашему, должна поменяться эта система власти? Как Назарбаев должен уйти в отставку? Как это должно произойти бескровно? Как это сделать максимально красиво? На примере, свежий пример Армения, где все сделали без крови, сделали красиво. Ты задал риторический вопрос. Так. Ты уже ответил на него. Наши братья, украинцы, хиргизы, армяне, показали, как это делать. В 1986 году мы, казахи, казахстанцы, показали, что можно показать характер, можно потребовать уважение, свое мнение. Они нас за пример считали. Сейчас для нас они за пример. Ну, хорошо. Что вы планируете для того, чтобы поменять эту власть, ускорить этот процесс? Будете ли вы объединяться с другими партиями, движениями? Будете ли вы организовывать свое движение? Что вы думаете сделать так, чтобы ускорить процесс смены власти режима Назарбаева? Ну, что я думал? Я уже сделал шаг, вышел. Я вообще не политик. Для меня это... Ну, политик для меня как это? Это общественные деятели. Я вообще спрашиваю, кто ты такой? Что ты молчал? Вдруг нарисовался? Сейчас это требует что-то. Я обыкновенный рядовой гражданин. Вот 18 граждан есть, миллионов граждан есть. Я один из них. Вот спрашивают тоже, вопрос задают. Что ты делал раньше? Я работал. Я работал на стройке. Я работал в сельском подъемке. Сидел там, зерно распили. Деньги зарабатывал. У меня семья есть. Обеспечивал семейные, учил детей. Ну, как все 18 граждан. Я говорю, вот я сейчас на вопрос тоже отвечаю. Если вы считаете это какой-то недостатком, ну, такие недостатки, как ты не спределяйте, тогда остальные граждане 18 граждане. Да, я молчал, как все. Сидел, смотрел на Нарамбае, на Облязово, в фейсбуке тоже. Что скажут Дуана, что скажут Козлов. Смотрел, чайки в волшах пьем. Ну, был обывателем. В какой-то момент я решил для себя, что мне надо подключиться к этой работе. И вышел. Я не публичный человек. Вот для меня, допустим, просто выступать перед аудиторией очень живо. Ну, я надаю на горло своего страха, своих фобий каких-то. Вышел, стараюсь бороться. Ну, то есть, в принципе, вы сделали то, что должен сделать любой из 18 миллионов казахстанцев. Правильно. Вот ты звал, Облязов звал, Булат Абилов вызывал, Тарова Кир. Да. Мы сидели, вас слушали, но не слышали. Сейчас я услышал и вышел в вашу сторону. Теперь, становясь за другую сторону камеры, я обращаюсь к своим землякам, которые там остались. Переходите сюда. Нам надо будет с этими ребятами бороться. Потому что их сил не хватит. Ну, то есть, вы хотите сказать, что нужно больше Ержанов, больше Тургумбаева. Тогда, в принципе, за счет большинства, за счет большой массы, в принципе, власть и может сдаться и отступить, и пойти на передачу власти. Правильно, да. Кучка небольшая сейчас, которая аплодисменты, ничего не решит, пока народ не встанет. Народ должен встать. Гражданское общество нужно создать. Уже есть общество, я вижу. Они говорят, люди, почему ты раньше не делал. Я видел раньше, что народ спит с мысла власти. Я сам борец, да, вот. Когда дерешься, лишнее движение не делал. Вы приедете, тот, кто лишнее движение не делает. Кто умеет драться, то он бьет, допустим, дед того же Головкина, да. Он же не машет, не прыгает. Он делает парфинальный. Вот я тоже стараюсь в своей жизни, в любом деле, не делать лишних движений. Вот сейчас люди в шоке, что там у тебя, говорят, просмотры там большие такие. Вот там все, тебя подкрутили. Ну, я подготовился к этим блокам. Прочитал, про инструкцию прошел, блок выступил. Понятно. Вот смотри, Ержан, давай поговорим о простых вещах. Вот вы были бизнесменом. Вы работали в Аркалаке. Вы столкнулись с коррупцией, столкнулись с вымогательством на тендерах. Вот возьмем простой пример. Как поднять, вы думаете, Аркалык, северный регион, другая скупность. Какие там есть резервы для того, чтобы экономику вот этих регионов, которые на сегодняшний день депрессивные, Аркалык на сегодняшний день уменьшился в 2-3 раза. Вот как вы видите решение вот этих локальных проблем? Как вы думаете? Я обозначил решение этой проблемы. Проблема одна. Сменилась власть Назарбаева. Вот представьте, что уже сменилась власть Назарбаева. Должны войти люди, которые живут в регионах, которые простые, имеют интересы свои, да, в регионах, да, и должны им работать. Основное дело техники. 18 миллионов человек управлять, это, ну, город же, это, конечно, смешно даже. Я сейчас статью опять готовлю, или я уже сказал, что запутался. У нас, казахстанцы, даже работать не надо, вот на то, что разогнать всю шайку-лейку, эту саму, чертовой мать, разогнать, которая является посредником, который деньги наши воняет, да. Мы жили на 20 миллионов тонн нефть, сейчас 86 миллионов. Четинин двух лет 100 миллионов будет давать. Но я вам скажу, если мы так будем молчать, следить, мы от этих 100 миллионов толку не увидим. Когда мы придем к власти, мы будем работать. Деньги будут выделяться в регионах. Я за то, чтобы именно регионы развивались. Не нужно как идиоты, если деньги пихать на остановку. Регионы надо развивать. Понятно. Но вот все-таки хотелось бы услышать некоторые предложения, вот, допустим, конкретные, по тем же тендерам. Вот я, допустим, с тендерами никогда даже близко не общался и никогда и предложение не мог получать. В целом, вот вы в этой кухне варились и немножко знаете, вы общаетесь с коллегами, с директорами строительных компаний, знаете их проблемы, знаете, как они участвовали в тендерах и так далее, тем более в Астане. Вот поэтому по тендерам у вас есть какие-то мысли, какие-то рассуждения. Вот уже власть поменялась, уже люди уже имеют возможность через парламент все принять. Вот, допустим, всех выслушали и просит Ержана Тургумбая, как бывшего бизнесмена из сферы строительства, который примерно эту сферу все понимает, что вы думаете по поводу поднятия отрасли строительства, по поводу строительства социальной сферы, школы, больницы, по поводу тендеров, как их сделать так, чтобы больше вот этой коррупции не было. Вот какие-то конкретные предложения есть в этой сфере? Конкретные предложения короткое и прямое. Назарбаев надо убрать. Так. А потом начнут работать, внедрять механизм. Знаете, вот сейчас говорят, перепишем, давайте конкретные курсы, да. Десять раз переписывай, десять раз. Если себе подорбают или его ставлю, то у них будет. Не важно, что ты делаешь, Ержан. Важно, с кем делаешь. Вот нам нужны новые люди. Они должны это делать. Хорошо. Ержан, вот по поводу внешней политики, по поводу казахского языка, по поводу обороны, по поводу других и иных вопросов, у вас есть какие-то мысли, предложения? После смены режима Назарбаева, который, допустим, уже случилось, какие-то вот мысли? Ну, внешняя политика у нас, она, в принципе, как она? Она уже определена, да, Казахстан не является глобальным игроком. Единственное, надо отстаивать свои интересы. Вот сейчас внешняя политика, вот такая вот, то, что проводит Назарбаев, он всем пытается угодить, всем соседям, да. Был такой, он у нас все подменяется, у нас, допустим, есть министр иностранного дела. Ну, он ничего не делает, все, Назарбаев все лично контролирует, да, все равно. Был в России такой министр иностранного дела Андрей Козырев. Его называли политическое проституство, что он всем пытался угодить, голомодничать, да. Ну, разобрать, что он, они убрали. Они говорят, нам нужен этот министр иностранного дела, на подобии Андрея Грымка, мистер, нет, самый, самый принципиальный министр иностранного дела в Киеве. Лавров соответствует этому, да. Лавров, он отстаивал какие-либо интересы России сейчас, да. У нас не министр иностранного дела, не Назарбаев их не занимает. Он, опять повторю, внешняя политика, это политическая фактикутка. Россия, наш друг, стратегический, вечный засед, да. Ну, дружба дружбой, чтобы все бросить, надо иногда свои интересы отстаивать. Теперь, Андрей Козырева, что делает? Он сейчас китайцам поврасил внешнюю политику. Я считаю, это неправда. Ну, это не могу сейчас вот прямо сложить свои я подготовлю материал, там выскажу. Не нужно. По поводу вообще земли был же в 2016 году волна земельных митингов, в которых я имел честь тоже участвовать. Вы что думаете по поводу китайзации земли, по поводу земельного вопроса? Допуска иностранцев к земле по аренде, к земле по собственности, по самому сельскому хозяйству? Какие у вас здесь мысли? Земля, сразу хочу сказать, не должна продаваться. Земля это наша земля, казахстанцы. Не то, что иностранцам. Казахстане не должна продаваться. В аренду можно давать, не проработать. Насчет того, что пускать сюда китайцев, нет, категорически я против того, китайцы сюда заходили. Категорически. Вон, саппорт, сандаш, снижая пальца. Мы никогда с китайцами не работали, да, мы вряд ли в этом плане сработали. Это просто на скидку. А минус материал приготовленный. Ну, далеко ходить не надо, вы видите, в Россию они зашли на дальний москоп. Это выжженная земля на полном. Выжженная земля. даже на полное легкое удобрение где проходит, там потом где-то, знаете, как будто... Но ничего не растет. Они как? Ничего не растет. Да, они это, ну, варварские используют. Во-первых. Во-вторых, 50 заводов они хотят, да. Ни один завод нельзя пускать. Вы найдите на интернет в Пекин посмотрите просто. В масках ходят люди. Дышать не могут. На столице там промышленных предприятий нет. А самое гадкое, самое грязное, самое ничтожное производство они затянули сюда. Почему? Потому что Назарбаев у них сейчас на кукане, как варки говорят. Он на крючке. Какую не хотят они свою польчик провести, они проводят. началось это, я так полагаю, не вчера, это когда были первые скандалы по финансовой махинации, Назарбаев очень много украл, не знаю, куда деньги стоят. Вот там стоят, там стоят. Я так полагаю, конечно, что он решил остановиться на Китае. Где-то в Сингапуре информация была, деньги там лежат. Деньги там лежат кого? Не какого-то олигарха нашего, деньги лежат главы государства, которые определяют внешнюю политику страны, внутреннюю политику страны, которые влияют на все вопросы, которые решаются в государстве. И он выступает в данном случае как просто шпион, как завербованный их разведчик агент. Вот эти все законы. В 16-м году они спектакль разыграли там по суммам метров вышел якобы выдвинул закон о принятии закона частной собственности наземных. Якобы они там противились, он сказал я выйду в отставку, спектакль разыграли, он ушел, а закон приняли. Сейчас почему он поработает, заводы пускает. Те хозяева это неудро творится, им больше нужно, и они сейчас дают. Понятно. Ну вот смотрите, теперь давайте обратимся к следующей сфере. Вот что вы думаете о системе правосудия, суды, прокуратура, полиция, МВД, КНБ, тюрьмы, вот эта система. Об этой сфере вы думали тоже? Какие у вас мысли об этом? Это тоже огромная сфера жизни нашего общества. Конечно думаем. это все идет оттуда с 30 годов советского КГБ этого режима. Один в один ничего не менялось. Те же замки, ты сидел ждать, те же решетки, которые 30-е годы, те же мерцуха и те же законы. каждую система советская. Надо менять конь. Как менять? Что бы вы сделали? Конечно, я пытаюсь сделать Назарбайм, чтобы ушел. Назарбайм уйдет, да, те законы, которые есть, они можно работать. Но потом надо будет некоторые корректировать. Убрать 174-ю статью, по которой сейчас все как дежурная статья, как пирожки пекутся, он упекает. Много чего надо. Усилить роль судей, зарплату им поднять, независимый делать, настоящий заявитель. Тут должен быть независимый, независимый от звонков. Уменьшить количество этих милиционеров, полицейских, намного уменьшить. Пусть работают где-то в другом месте. А то получается, знаете, у нас шестое место в мире занимает количество силовиков, им нужен хлеб, им нужна работа. Это раскрытие преступлений в комочках. И они начинают скрипать. Ну вот смотрите, что нужно сделать для того, чтобы судебная система улучшилась. Вот в Америке существует, в Великобритании, везде в странах бывших Британской империи, от Сингапура, Австралии, заканчивая Америкой, Канадой и Британией, везде существует суд 12 присяжных. Вот насколько необходимо ввести эту систему власти по всем уголовным делам, по всем гражданским делам. Поможет ли это радикально поменять ситуацию с судебным беспределом, который у нас сегодня творится? Я не разделяю оптимизм и не поддерживаю. Суд 12 присяжных должен быть в крупных делах, чашных делах. Чашные дела это убийство государственных преступлений. А такие средние мелкие должны решаться офигативно об этом. А все политические дела должны рассматриваться там? Как? Политические дела в суде присяжных. Политические дела может и доходить до судов присяжных. Но просто все суды присяжных это будет вологан. Все будут там украли мотоцикл. Давай мне суд присяжных. Хотя 12 присяжных это наклады экономические. Вообще любое принятие решения основы всегда должен быть экономический опыт. Экономика. Хочет радость. То что ты говоришь это нам не по карману и не нужно. Ну Америка это вела 230 лет назад по всем делам. Великобритания тоже. И они экономят на чем? На том что невиновные люди в тюрьмах не сидят. У нас их сидят до 100 тысяч человек сидело. В этом экономии. Это я еще раз говорю система опять сверху НКВДшная КГБшная здесь он сам человек недалекий что Масимова взять они пусть не оскорбляются они недалекие они ничего не придумали как была эта челега скрипучая так она и тянет репрессивная людей ни за что не считают людей как эти рабочие материалы в первую очередь это не вопрос Кариме Васильевне не Ландербайле в нас мы общество должны сказать я почему говорю мы не рабы рабы не мы это не повторяется рабы не мы не мы не мы молчат вот если мы не будем молчать мы если будем требовать то мы будем добиваться своего они что слышат они же не дураки если уходит общество он вышел допустим на ромбай что там на ромбай вышел ну-ка идите менты пойдите пустим потрите сводь его потом погон сорвите и пакуйте его на ромбай берут суп он сорвал мне погон по сопротивлению пошел а блязов да то помоги туда с ромбай а если выводят 10 тысяч 100 тысяч вопрос другой 10 тысяч могут поставить вопрос сделайте отмените допустим пенсионный возраст такой нас не устраивает отменит 200 тысяч человек могут сказать идите к чертовой матери вы нам надоедете они тихо уйдут сарксян что не это как не диктатор что ли они все диктаторы я же говорю я же говорю вот этот материал составлял человек слабый по просьбе своей слабый тем более когда власть не пойдет начинает кидать богом сарксян тоже посчитал себя лидером нации или как у них там если проработать вот говорят сейчас у нас ребят давай переписим так и наш уже переписался и сарксян тоже переписал теперь у нас будет парламент хорошо он берет кресло пересаживается теперь я буду представить парламент здравствуйте общество мы должны проснуться мы люди заявить о своих правах если мы будем молчать ничего обижаться я почему и призываю сейчас люди вставайте говорите что вы не рабы вы люди вы граждане гражданин Казахстана должно звучать гордо почему звучит гордо гражданин намерен потому что они вольные люди они знают что они хозяева этой страны мы в этой стране положение рабов положение угнетенных а чтобы изменить ситуацию всего-то надо сказать я не раб я гражданин считайте со мной ну вот смотри какое у вас отношение будет после революции допустим после смены власти Назарбаева с семьей Назарбаева личность Назарбаева и так далее чего он заслуживает какое будет наказание какое будет расследование какой будет суд над Назарбаевым что вы думаете об этом я честно вот как человек я не скажу там мудрец такой я прожил жизнь у меня жизненный опыт я какой мир ждаю с неба я за него переживаю и спокоюсь таким своим отношением как бы он не повторил судьбу Саддама Хусейна Муаммара Хватит ли ему ума поступить как Сарксянск поступил как поступил в свое время Шеват Назарбаевым но если тебя не то что не уважают не то что не любят ты же должен бить уже ненавидеть ненавидеть ну делай в конце концов ты мужчина бывает человек даже на войну приходит что-то там решение принимает будь мужиком в конце концов не обостряй вот цепляется цепляется когтями усилий цепляется я сейчас буду каким-то совет безопасности я уже даже не отслеживаю движение как вы там колори свои тусуете про прошлую дверь то есть уходят шайка ну скажи я ошибся просто набились мужества ну бес попутал да власть меня развратила правда выскочила власть меня как-то вы сами виноваты что мне свой голод скружили все давайте в конечном то счет все должны руководство по идее любой лидер нато интересный в обществе поймите мне не нужна власть я вообще никогда власть не был и желания нет власть нет таких амбит я не думаю что алтамер осымай рвался к власти так где за мной это не просто просто они хотели донести до государства что то что они делают неправильно народ заслуживает лучшего большего но в целом все-таки что будет самим Назарбаевым с семьей Назарбаева с Доригой Назарбаева с Тимуром Кулебаевым вот со всей его семьей с женами многочисленными и так далее что вот вы предлагаете по их судьбе что думаете как вы видите эту картину это решит народ моя моя мысль какая они должны вот это то что там поворовали вернуть наделали долгов закрыть должны мы эти деньги не брали 170 миллиардов долларов ну Юрика ты экономика я не знаю как 170 миллиардов долларов бешеная сумма бешеная вот я простой опять повторюсь я тут писал же Советский Союз когда воевал фашистской Германии американцы им помогли дали 11 миллиардов долларов подлингизы в 44-м году да последний транш в 45-м году тянули 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 переговоры 90-е годы там 200 миллионов дали 400 миллионов все не вернули 11 миллиардов несчастных долларов не вернули накануне своего распада Советский Союз имел долг всего 55 миллиардов долларов я это высказал тезис озвучил сказал что рухнул он из-за долгов не подъема там оппонент пишет да не только из-за этого там якобы кто-то работал слушайте работают работают рушатся империи я редко видел историю читаю я редко видел что империя рухнула от внешнего тяга они обычно снутри рушатся Советский Союз рухнул снутри экономические вопросы были главные да и раньше у них деньги были они покупали из-за рубежа мясо хлеб даже покупали ну и все покупали консервы продукт не могли прокормить я не имею даже не говорю даже о продуктах допустим потребления телевизор холодильнике жрать нечего имея такие долги никто не давал поэтому они рухнули а сейчас 170 миллиардов долларов я уверен я сейчас покопаюсь найду эти цифры дутые дутые 170 миллиард некоторые они ужасают не только наши ужасают экономистов зарубежных потому что не может такое количество людей просто физически его употребить у нас не построился ни один кармин не построился ни один город арт-калы ничего не построилось понимаете чтобы вот инвестируем а прожрать физически если столько колбасы столько этого не может чай денег украли Назарбаев с Кампаштей выбили на офшоры часть долгов они дутые создают фирмы якобы делают обязательства Казахстана перед офшорной фирмой за этой офшорной фирмой Мушкин торчат Мушкин Назарбаева Кулебаева Али Дарьи и все эти компании так что по моим на скидку прикидкам ну внешние долги я так думаю где-то может быть 60 миллиардов остальное все тупые они вот я говорю система такая все хапают хапают что можно и наперед хотят хапать вот они сейчас всех посадили на эти кредиты и люди зашедшие в эту ихнюю банковскую ударку они никогда не будут на эту ударку если мы сейчас сами не подстримим что-то она так рассчитана люди берут с одного банка банка Дарьи Назарбаевы кредит закрывает кредит в банке Насултана банка Насултана закрывает Тимур и Клибая банка и вот так у них такая компенсивная кредит промеж собой ну а если это кабалы они не будут никогда понятный счет я отвлекся немножко того что они сделали да они очень много чего делают но я не кровожадный я не говорю там деньги пусть накроют долги хорошо вы будете предлагать тюремное заключение для Назарбаева смертную казнь для Назарбаева тюремное заключение для семи Кулибаевых Америке это вот опять же диктаторы вроде демократы тоже но суд же будет как любой суд определяет тюремное заключение правильно я еще раз говорю я не хочу чтобы получалось по сценарию который я говорил вплоть до Чаушевску или там всегда можно договориться вот даже война идет вот убивают садятся за стол договариваются давай до отель против народа никто ничего никогда не выигрывал если кто-то не помнит историческую такую правду никто никогда против народа борьбу не выигрывал народ вот сейчас с вами видите народ хочет перемен народ понимает что их обманывают народ не желает больше этого терпеть я за столом 10 человек я не могу говорить ну бывают такие социофобы даже я сейчас выхожу что-то говорю до чего довел даже я наступаю на свои страхи ну не хочу для меня тяжело перед итогово большинство людей не хотят и не будут терпеть я у вас что-то с микрофоном вас плохо слышно поэтому говорите громче вопрос такой у меня что вы думаете по поводу должности президента вот президента убрали пришла новая власть избрали ее демократическим путем следует ли отменять должность президента должна ли страна перейти на парламентскую систему правления по вашему я сейчас не хочу это сейчас как вам громче надо поговорить просто микрофон у вас не работает толком не работает может первым сделать давай попробуй сейчас наладить да нет уже тут два вопроса осталось просто громче говорите и все должность президента это должны решать люди граждане да мое мнение вот дело не в том что президент сейчас будет в парламенте он же по-моему уже полномочий передал на парламент главное мы люди граждане должны проявлять активность не важно кто там будет президент если мы будем активны если наши люди будут парламент наши люди действительно народ тогда это сразу решит вопрос а так ты поменяй конституцию сделай пример министров если мы народ не будем участвовать если мы не добьемся включения своих представителей в парламент это ничего не решит то есть вы против отмены должности президента я не вижу в этом разницы пример будет президент я еще раз говорю мы народ должны главный главный парламент не президент закон издает парламент должны сейчас отменить эти ограничения по первую очередь убрать ограничения по движению в парламент он уже до чего дошел он даже в сельские районы эти акюматы масляхаты не хочет пускать это вообще маразм главное там парламент он даже в районы масляхаты не хочет нас пускать понимаете почему потому что мы молчали но он даже у нас мы не будем молчать парламент которые сидят его молчаливые друзья они должны уйти должны прийти люди из региона которые будут оставить интерес народа Ержан Рахмет давайте мы тогда продолжим следующий разговор уже с нормальным микрофоном с нормальным звуком и есть еще вопросы Ержан Рахмет не понял хорошо говорю Жахса 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 Эржан